МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Выбрался я сегодня на природу 3 января 2016 года. Я рад вас видеть у себя на канале, дорогие друзья. И вот на фоне этого замечательного праздника, здоровья, где люди катаются на лыжах горных, да, с хорошей горки, мне хотелось продолжить в этом новом году видео предыдущие, в котором плейлист был у нас с вами. И в этом году мы его продолжаем, плейлист о правильном уседании. И я сюда пришел для того, чтобы показать вам, почему мы испытываем такое чувство перед тем, как вот уже идти на свидание или навстречу, и у нас возникает чувство такое беспокойство, чувство неуверенности в своих силах, в своих надеждах на тот или иной результат. Именно потому, что мы возвращаемся к чувству беспокойства, и мы возвращаемся к своему опыту, чтобы опять стать уверенным, стать надеяться на себя в этой непростой ситуации, потому что мы не знаем, о что мы будем говорить, мы начинаем волноваться, как мы будем выглядеть, какое впечатление мы произведем и тому подобное. Так вот, это волнение, это беспокойство возвращает к нам состояние нашего опыта. А как я вам рассказывал в предыдущем видео, наш опыт лежит перед нами. Так вот, как только мы беспокоимся, начинаем возвращать к себе свой собственный опыт, обращаться к нему, да, начинать опять анализировать внутри себя ситуацию, этот опыт превращается в наши грабли, которые ударяют нам по обу. Я бы хотел вам показать, почему он возникает беспокойство, потому что перед человеком возникает такая пропасть, да, такая, он очнулся такой, говорит, а где я, а вот перед мной пропасть. Проиллюстрируйте эту пропасть с вами, да? Идем, 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 такие. И бац, там такая, какая-то пропасть там, какое-то пространство, да? Но я хочу сказать о том, что перед вами пропасть, перед вами риск, перед вами какая-то опасность, беспокойство, потерять какое-то себя, как говорится, да? А возможно, вы найдете себя, если шагнете в эту пропасть, к этому свиданию, к этой встрече. Итак, дорогие друзья, это мой первый опыт выхода в свет на улицу, да, снять такое видео. Я сейчас продолжу говорить уже в студии, да, с бумажным листом. Еще раз приветствую вас, дорогие друзья. Вот я вернулся к себе в студию с этого замечательного морозного дня. И хороший такой 15-17 градусный мороз. И люди таким с большим удовольствием проводят выходные дни, катаясь на горных лыжах. Сегодня мы будем говорить с вами о признаках, признаках правильного свидания. Одни из главных признаков. То есть там я на свежем воздухе вам показал, что существует так называемая пропасть, да? Так вот, эту пропасть можно нарисовать вот здесь, да, как я рисовал на програбле. Ну, скажем, вот так вот. Вот, скажем, да, это пропасть. И при приближении к правильному свиданию, приближаться, когда вы будете к нему уже у вас, вот это ощущение, ощущение появится, ощущение пропасти. Откуда появляется там эта пропасть? Вы действовали, совершали какие-то поступки на пути к правильному свиданию в пространстве и времени, соблюдая законные правила. С одной стороны, это делал мужчина, с другой стороны, это делала женщина. И ваши действия, ваши соблюдения законов и правил, которые находились перед вами, которые не являются объективными, независящими от вашей воли, скажем так, эти, это ваши действия, ваши поступки создали условия для объединения, для объединения пространства и времени в идеальное состояние. Это единое состояние называется мир. Как ни странно, да, это звучит. Вот. И я, надеюсь, попытался нарисовать небольшую схемку, чтобы вам, как бы, проиллюстрировать уже на листе бумаги эту такую непростую ситуацию, скажем так. Но в то же время очень интересную. Итак, первым признаком, признаком правильного свидания и, может быть, даже самым главным признаком будет у нас чувство, слово такое. И этот видеоролик я назвал «Трансформация чувства». До этого момента, до этого момента у вас были множество эмоций, множество чувств, которые вам были хорошо знакомы, скажем так. Но когда вы приблизитесь уже непосредственно к этой границе правильного свидания, вы обнаружите в себе присутствие неведомых вам чувств. Или, скажем так, одного чувства, которое вы ранее не ощущали в себе. Оно не было в вашей жизни, вообще его не было. Это у каждого человека будет разное чувство. Совершенно разное. И вот это чувство, оно вам даст состояние предчувствия, благодаря этому чувству, когда его примите. Но вначале вы это чувство не сможете принять. Оно вызовет у вас беспокойство. Беспокойство, и вы пойдете к людям, пойдете к близким людям, как бы посоветоваться с ними, пообщаться, обсудить эту ситуацию. Как вы уже научились, трансформировав мышление и трансформировав опыт, вы не обращаетесь к анализу, а пошли к людям пообщаться. Но люди вокруг вас, окружающие, близкие вас, не могут вас понять. У них нет такого же состояния. Поэтому вы в растерянности. И куда идете? Вы возвращаетесь к своему опыту, и начинаете анализировать, и даже вы начинаете делать шаг назад. Как бы вы сюда не хотите, вы боитесь, опасаетесь, что-то чувство какое-то появилось у вас. Не тревоги, может быть, чувство тоски, может быть, какое-то другое чувство. Множество чувств. И не всегда люди их испытывают в своей жизни. А вот в этот момент такие чувства, которых вы не испытывали никогда, они вас посещают, скажем так. И вот это состояние вынуждает вас сделать один шаг назад, может быть, даже два шага назад сделать. От правильного свидания. Понимаете? И вот это движение назад, когда вы сделаете, вот вы наступите тогда вот на эти грабли. Вот на эти самые грабли, да? На эти самые грабли вашего опыта. То есть вы обратитесь к своему уму, опять же, как я говорил, к своему сознанию, к своему опыту, который находится в вашем сознании, да? и это движение, и это движение, ваше назад или движение вперед такое сомневающееся, вынуждает эти грабли, эти грабли ударят вам по обу, по затылку. Ну, как бы вы получите такую травму, скажем так. И эта травма не связана, конечно, обязательно с физической травмой. Она может быть финансовая травма, материальная травма, моральная травма и так далее. И это не может иметь отрицательный обязательно какой-то какой-то отрицательный смысл этой травмы. Она может быть травмой положительной для вас, может быть, на вас свалятся деньги какие-то откуда-то вдруг с неба, да? И вы скажете, у меня много денег, зачем я пойду к этому свиданию, зачем мне это надо, у меня много денег, все, я могу не идти к этому свиданию. Может быть, еще что-то там такое, какая-то травма произойдет у вас, да? И вы можете даже начать сомневаться в этом свидании правильности, и можете идти назад, то есть это такое состояние очень такое, как бы испытание чувств, называется это состояние, да, и трансформация ваше чувство, то есть истинное чувство у вас произойдет выход такой, итак, первый признак у нашего, это чувство, чувство, которое появляется у вас, и в конечном итоге, благодаря вот этому вот этому шагу назад или чуть-чуть шагу вперед и травме, да, вы вынуждены принять это чувство, может быть, это болевое чувство будет, да, или наоборот радостное такое какое-то чувство, да, но тем не менее, это чувство будет иметь место, и вы, раз так или иначе, с ним смиритесь, вот, это чувство вам позволит что сделать? Это чувство позволит вам предчувствовать вот эту пропасть перед вами, предчувствовать, и благодаря этому чувству вы предчувствуете состояние вашего свидания, то есть вы находитесь в правильном свидании, это будет первое предчувствие такое, и благодаря этому предчувствию Вы уже будете как бы сомневаться в этом же чувстве, вы сомневаетесь в нем в правильности движения, в каком будет там результат, какой будет успешность этого свидания. Попадете в это пространство, в это место, где будет происходить свидание, в это время, где вы назначите это время. Или не попадете. Вот в этих сомнениях, вот эту пропасть, пропасть ощутите, вот эту пропасть, я это назвал пещерой, можно назвать пропастью, пустыней, неважно. Но среду, в которую вы, для вас непривычно. И по этому видеоролику я там показал, что вот эта пропасть, эта горка, для многих людей горнолыжный спорт, такое сложное занятие, для меня в том числе тоже. И второе, второе, второе будет, что второе будет, какое интересное состояние, которое вы почувствуете, ощутите в себе, когда примете чувство, чувство, которого у вас не было. Вы вместе с приемом этого чувства потеряете ощущение пространства и времени. То есть у вас исчезнет состояние пространства и времени. То есть вы когда будете приближаться, пространство и время объединяются, и вы ощущаете такую легкость. Как бы сказать? Лёгкость — отсутствие пространства. Лёгкость — отсутствие какого-то времени. То есть времени будет у вас много с избытком. Пространство не будет сжимать пространство ни в каком виде. И можно это как бы написать. А где написать? Что? Вторым пунктом у нас будет объединение пространства-время. То есть объединение пространства плюс время И такая легкость у вас получается Вы теряете ощущение времени И тем более Когда вы войдете в это состояние Вы начинаете еще больше беспокоиться Еще больше беспокойства Вы же назначили сюда В часы текают И в место назначили И вы начинаете уже беспокоиться Что вы можете опоздать Что ваш партнер может не прийти И тому подобное То есть вот это состояние Вы также ощутите Что вы подходите к правильному свиданию Потому что вы попадаете в состояние Единства пространства и времени В состояние мира И вот это я состояние нарисовал Вот здесь вот такими Как бы шар что ли Шар скажем так А две окружности Пересеченные Образуют такой шар Так вот вы двигаясь к правильному свиданию Находитесь скажем вот здесь Или вот здесь То есть вы еще не Вошли туда Но вы уже В эту пропасть Вот эту пропасть Вы ее ощутили Вот здесь То есть это Такое 3D Как скажем так Вот тут вот эту пропасть Вы ощутили Вот здесь пропасть И вот здесь Какую-то пропасть Ощутили Что туда Там уже другое Что-то находится Там что-то другое Там вы не поможете Сами себе Как говорится Вы не можете надеяться Ни на себя Ни на кого другого Потому что здесь Совершенно другое состояние И вот здесь Здесь вам придется надеяться и верить в чувства, как это ни странно, в чувства, не в ум, не в ваш опыт, который вы храните в своем сознании, ни в чем, а именно в чувства. Вот здесь объединение пространства и времени и единое чувство, которое у вас образовалось, поможет вам в принахождении в мире. Третий пункт у вас будет признака, что вы приблизились уже к правильному седанию, это будет такое состояние, вот здесь, допустим, мы можем нарисовать, скажем, мужчину, вот здесь женщину нарисуем, и будет платьишко с глазками, здесь мужчина. Вот здесь, когда вы будете находиться, вы увидите друг друга, увидите друг друга, как Аполлона и Венеру, то есть как совершенных людей, понимаете, как восхищение вас, вы будете восхищаться друг другом, вы будете самыми совершенными людьми на этой земле, когда вы приблизитесь к правильному седанию. Вот это состояние восхищения, состояние красоты, вот это вы все увидите в истинном свете, это у нас тоже очень важный, очень важный, третий пункт, да, это состояние, скажем, ну, скажем, как бы назвать это вам, восхищение, да, восхищение, там, ну, скажем, Венера, да, Венера, Аполлон, да, можно так назвать это состояние, Венера плюс Аполлон, или там Саша плюс Маша, да, как говорится, и дальше мы, конечно, из этого состояния, мы об этом будем говорить в следующем видео, конечно, о том, что Саша плюс Маша или Венера плюс Аполлон равняется любовь, но пока там, пока еще и там, вот в этом, перед тем, как вы находитесь, перед свиданием, вы еще в состояние любви не вошли, то есть мы, мы двигаясь, усилия прилагая к правильному свиданию, направляя нашу жизнь к перспективному запланированному свиданию, что делали? Мы участвовали, участвовали, принимали непосредственно участие в тех или иных событиях и мероприятиях, участвовали в сотворении мира, и когда вы создали мир, находясь вот здесь, на границах мира, вы осознаете, осознаете закон этого мира, и, соответственно, между вами никаких препятствий уже нет, нет препятствий никаких, и у вас появится ощущение близости, то есть нет никакого здесь расстояния, нет никакого здесь времени, состояние близости, вот это ощущение близости, нахождение вашего мира, то есть здесь пишут слово «близость», то есть близость, это вот сколько, четвертый пункт, скажем так, признак, чтобы вы очень близки к цели, которую стремились, а вы стремились попасть в правильное свидание, в правильную встречу, которую вы назначили друг другу, да, и вот здесь, скажем, какая-то такая цель, да, эту схемку я рисовал в других видео, вот в таком образе, в таком плоском, да, где я рассказывал о счастье, там много говорил, о других состояниях, но сейчас мы говорим о признаках правильного свидания, что вы именно уже подошли к правильному свиданию. Итак, еще раз повторяю, правильное свидание мы ощущаем в себе чувство, чувство какое-то, неведомое ранее. Правильное свидание объединяет пространство и время. Мы теряемся в пространстве, мы не ощущаем времени, мы начинаем беспокоиться, да. Правильное свидание что делает? Ударяет нас по лбу или по затылку нашими граблями, нашим опытом, на который мы вдруг решили понадеяться, потому что не ощущаем ни пространства, ни времени, да. Мы беспокоимся, что не попадем в это место, в это время, да. И в то же время правильное свидание дает нам признак признак восхищения, восхищения, вы предвосхищаетесь, вы предвосхищаетесь своим партнером, как Аполлон и Венера, да, Саша или Маша, да, плюс. И еще один признак, который мы увидим, это состояние близости, то есть между партнерами, которые находятся на границе мира, нет никаких препятствий больше, никаких препятствий нет. Они уже находятся в состоянии близости. Итак, сегодня я эту небольшую тему вам проговорил про признаки правильного свидания. Надеюсь, я вам чем-то помог в вашей жизни, и вы что-то увидите, что-то увидите в своей жизни или в жизни других людей, близких вам. И это будет вам хорошим подспорьем в вашей жизни, личной, общественной, творческой и тому подобное. Но дальше мы будем эту тему развивать, еще несколько видеороликов мы запишем. Поэтому спасибо вам за внимание. Будьте здоровы, как эти горнолыжники, да. Отдыхайте с наступающими вас рождественскими праздниками. Продолжение следует...